Значит, у нас сейчас открывается новый сезон. Недавно были концерты в Дню Город. И сейчас у нас открытый сезон такая программа, традиционная и нетрадиционная. Почему нетрадиционная? Потому что хоть скрипичный концерт Шостаковича, это отечественная музыка, потрясающая, он у нас, к сожалению, давно не изучал. И Глиер эту овертуру, по-моему, совсем никогда не изучал. Это очень интересная музыка, которая имеет украинских тем. Она имеет пляски такие, она имеет среднеазиатская музыка. И как я только сказал, наш гост, скрипач Борис Бровцин, кто вчера прилетел из Лондона к нам, что там есть элемент торжественного овертура Глиер, есть элемент Элгар. Вот как ни странно, вот эта английская торжественность отражается в этой музыке. И Пятая симфония Прокофьева у нас где-то пять лет не было. В общем-то, выбор этой программы был вокруг солиста, его желание играть концерт в Шостакович. И Пятая симфония Прокофьева, по-моему, очень хорошо идет к этому. Они похожи по времени. Вот Шостакович это поствоенный, но Пятая Прокофьева, 44-й год, это летная симфония, но, к сожалению, с этими грустными моментами тех событий, которые были тогда. Но зато очень такая возвышенная музыка. Шостакович это вообще отдельная тема. Еще раз очень рад приветствовать Борис в Одессе, и он нас, я думаю, немножко расскажет о скрипичном концерте. Это Шостакович. Это такой эталон скрипичный. Да, но, знаете, я специально приехал на день раньше, потому что к своему стыду я в Одессе первый раз, хотя у меня здесь тетя, которую я не видел много лет. Надеюсь, она придет на один из концертов. Концерт Шостаковича мне в этом сезоне предстоит еще исполнять оркестром, шотландским оркестром BBC. Так что хотелось его вспомнить, я его сам не играл, тоже года четыре. Я в прошлом году играл, исполнял, должен был его играть уже, и в последний момент выяснилось, что в оркестре, это, кстати, очень хороший оркестр, но я называть его не буду, но там заболела арфа, и пришлось срочно менять на второй, потому что здесь большая арфовая партия. Я очень благодарен майстру, что они мне пошли навстречу в выборе репертуара, потому что реалии нашего времени таковы, что очень часто не ты выбираешь репертуар, а репертуар выбирает тебя, потому что оркестр составляет сезон, и смотришь, что там повторяется, что нет, что давно звучало, что недавно. А здесь мне сразу пошли навстречу, и очень приятно начинать сотрудничество вот с такого жеста. Спасибо. Если без вопросов, то дальше.